Гюзеля Рафактовну Табиеву, профессора из клиники нервной болезни Первого медицинского института, выступить, рассказать современные подходы к ведению коморбидного пациента с хронической шимии мозга и метаболическим синдромом. Я надеюсь, вы слышали мои призывы по поводу повреждения головного мозга, что это становится всё более-более актуальной. Пожалуйста, извините, что так получилось. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я надеюсь, меня хорошо слышно, чтобы я понимала, что всё... Да? Хорошо слышно, поэтому можно говорить спокойно. Меня хорошо слышно? Да-да, хорошо слышно. Спасибо, во-первых, большое за приглашение выступить в вашем мероприятии и вообще за такую, наверное, интересную тему, потому что следует признать, что, конечно, вот такая проблема, как взаимосвязь метаболического синдрома и когнитивных нарушений, она, конечно, пришла к нам из терапевтической практики. Ну и вот, анонсируя моё сообщение, хочу сказать, что это, конечно, немножко вопрос дискуссионный, он не такой устоявшийся, но я постаралась собрать все исследования, которые жёстко показывают, что такая связь есть, и мы можем об этом говорить. Ну, прежде чем мы с вами будем обсуждать, я хочу показать, это теперь является обязательным, показать свой конфликт интересов. Так. Мне не очень получается листать... Нет, вот видите, много, да. Не очень получается листать слайды. У вас задержка слайда идёт после переключения? А, сейчас я в панели попробую. Вот, значит, я показываю, это конфликт интересов, который теперь принято показывать. Ну, задержка слайда... Нет, всё теперь нормально, спасибо. Ну и, собственно, сам метаболический синдром... ...и когнитивными расстройствами. Эту проблему невозможно обсуждать, если мы не будем рассматривать пациента старшего возраста в связи с коморбидностью и проблемой мультиморбидности. Мы хорошо знаем, например, о том, что вообще возраст 75 лет и старше, он является критичным с точки зрения нарастания коморбидности. И если мы возьмём, например, только данные очень простой эпидемиологии, да, распространённость каждого заболевания отдельного в этой возрастной группе, вот то, что, собственно, на правой части этого слайда, то мы увидим, да, что если мы будем складывать простые, просто проценты распространённости, то они существенно превышают 100%. То есть это говорит о том, что один пациент, как правило, имеет несколько заболеваний. Вот если это возраст 75-84 года, то это 77% имеет вот такую мультиморбидность. Ну, мультиморбидность на самом деле плоха с очень разных точек зрения. Во-первых, мы знаем, что сами заболевания, они могут между собой взаимодействовать таким образом, что один будет промотировать развитие другого, да, например, ну, из терапевтической практики возьму хроническая сердечная недостаточность, заболевания почек, артериальная гипертензия. И это понятно. С другой стороны, вот когда говорят о лечении этих заболеваний и о поле фармакотерапии, мы знаем, что очень многие лекарственные средства просто негативно влияют на такое основное заболевание. Например, проблема нестероидных противовоспалительных препаратов, лечим артрит и, в общем, какой получаем сердечно-сосудистый риск. С другой стороны, у нас есть просто прямые лекарственные взаимодействия. Амепрозол, ларфарин – такой пример. И есть ещё терапевтическая конкуренция, когда лекарственное средство может просто дестабилизировать сопутствующие заболевания, например, бета-блокаторы и бронхоспластические состояния. Вот обсуждение метаболического синдрома абсолютно в формате этих рассуждений. И, наверное, для того, чтобы, в общем, как-то полноценно обсуждать эту проблему, наверное, надо сказать, и какое значение вообще здесь имеют когнитивные расстройства. На самом деле, вот если мы возьмём такие очень большие исследования, масштабные, вообще какие факторы на самом деле приводят к инвалидизации в пожилом возрасте. Мы знаем очень хорошо, что все соматические заболевания снижают качество жизни, они влияют на функциональную активность и так далее, и так далее. Но мы должны как-то выделить приоритеты вот в этой инвалидизации. Есть на самом деле только два ведущих фактора. Это способность к самообслуживанию и независимость. Потеря независимости, способность к самообслуживанию, по этим двум критериям наибольшее значение, конечно, имеют когнитивные расстройства. Все возрастозависимые заболевания имеют значение, но удельный вес, вклад когнитивного дефекта, вот в эти показатели, он на самом деле огромный. Ну, возвращаясь к метаболическому синдрому, тут очень важно тоже понять, что это кластер разных состояний, да, их там 4, раньше говорили 3, потом 6 и так далее. Но неважно. Это кластер разных заболеваний. Это абдоминальное ожирение, дислепидемия, сахарный диабет, артериальная гипертензия. Вот если мы просто складываем эти заболевания, их влияние, то при метаболическом синдроме это не простое сложение, это какое-то особое взаимодействие, причем очень своеобразное, и на когнитивное расстройство. Как оно будет влиять, мы до конца на самом деле не знаем. Ну вот если возьмем просто распространенность, какие составляющие здесь играют роль? Нам очень трудно понять. Хотя мы знаем, с одной стороны, что сахарный диабет имеет особое значение для формирования деменции пожилого возраста, особенно при болезни Альцгеймера. Не зря сейчас болезнь Альцгеймера, так есть такой вульгаризм, что это сахарный диабет третьего типа. Артериальная гипертензия играет очень важную роль, но больше в сосудистой деменции. Ну и вот так мы можем обсуждать очень по-разному, но оказывается, когда эти заболевания сосуществуют у одного человека, и это влияние огромное. Давайте посмотрим. Вот здесь на этом слайде представлено рост распространенности отдельно этих заболеваний. Гиперлипидемия, гипертензии, диабета, заболеваний сердца. А вот на этом слайде, в этой же работе проведен очень интересный анализ распределения в разных возрастных групп заболеваемости сочетанной. То есть если сравним вот в разных возрастных группах диабет, вот так встречается артериальная гипертензия с сахарным, и в сочетании с сахарным диабетом, дислипидемия с сахарным диабетом. Ну посмотрите, когда взяли, посмотрели распределение в разных возрастных группах сочетания гипертензии с дислипидемией и сахарного диабета, то мы увидим, насколько эта кривая отличается. То есть даже по распространенности это расстройство лидирует, когда есть комбинация этих факторов. Ну а теперь посмотрим с другой стороны. Вообще вот эта мультиморбидность, это надо понимать очень жестко, она имеет прямое отношение к когнитивным расстройствам. Вот это огромное исследование, почти 73 тысячи пациентов анализировали на предмет наличия полиморбидности. И посмотрите, просто взяли и распределили пациентов на группы в зависимости от того, сколько у них заболеваний. Одно, два, три, четыре, шесть и больше. И посмотрели, как среди них распределяются пациенты с деменциями и без деменции. Вот если это одно заболевание в старшей возрастной группе, старше 64 лет, то мы увидим, конечно, что здесь доминируют пациенты без деменции. Это голубые столбики. А если мы возьмем шесть и больше заболеваний, мы увидим, как здесь, в три раза больше пациентов с деменциями. Значит, первый ключевой вывод, который говорит о том, что полиморбидность играет принципиальную роль для формирования вообще деменции разного типа. Кроме того, можно посмотреть на эту проблему с точки зрения факторов риска, которые являются установленными для вообще деменции таких самых частых типов, для сосудистой деменции, для постинфарктной, для болезни Альцгеймера. Мы видим, что вот эта часть бордовая, заштрихованная тогда, когда доказана связь и влияние данного фактора риска на формирование данного типа деменции. Мы увидим, что ключевое значение имеет возраст, образование, понятно, но физическая активность, ожирение, когнитивная активность, то есть род занятий и так далее, и артериальная гипертензия в среднем возрасте. Вот ключевые факторы риска, и, по-видимому, они имеют значение не только для сосудистой деменции, но и для болезни Альцгеймера также. Ну, а если мы возьмем уже не дементный уровень, а уровень додементный, да, то есть тогда, когда еще деменции нет, но уже есть когнитивные расстройства. И вот здесь есть тоже очень интересное в последнее время исследование, которое показывает, что вообще-то вот все факторы, которые мы перечислили, перечислили как компоненты метаболического синдрома, они, в общем, по отдельности являются абсолютно факторами риска формирования когнитивных расстройств, даже тогда, когда еще деменция не сформировалась, то есть это умеренные когнитивные расстройства. Вообще напомнить, наверное, стоит, что метаболический синдром вообще концепция очень молодая, и она до конца не устоявшаяся, потому что, видите, сколько существовало вообще терминов до того, как вообще к нам пришел вот этот термин метаболический синдром, и до вот этой концепции, которую сформулировал Ревен, о том, что инсулинорезистентность является, в общем-то, ключевым фактором патогенеза метаболического синдрома. И, надо сказать, в этой инсулинорезистентности, в общем-то, по-видимому, этот фактор играет очень большую роль в формировании, собственно говоря, вот этого синдрома когнитивного, который мы сегодня рассматриваем как возможный одно из последствий метаболического синдрома. Ну и кроме того, конечно, благодаря тому, что есть некоторые эпидемиологические исследования, мы понимаем, конечно, более широко этот синдром. Во-первых, что он чрезвычайно распространен, что его распространенность значительно выше, чем просто распространенность сахарного диабета. Мы понимаем хорошо, что вот четыре ключевых компонента, да, которых всегда обсуждались, гипертензия, там, дислепидемия, сахарный диабет и так далее, это далеко не полный его набор, потому что сейчас все чаще обсуждаются вот эти расстройства, которые сопутствуют и могут входить в состав этого метаболического синдрома, там, синдром поликистозного веечника и так далее, но в том числе и когнитивные расстройства. То есть это уже абсолютно легитимная часть этой проблемы, которую обязательно надо обсуждать и, конечно, исследовать. для вообще этих исследований, несмотря на то, что их на самом деле не так много, конечно, ключевое значение имеют критерии диагноза. Здесь критерии диагноза наши российские, но есть еще как минимум три таких вот сформулированных документа с критериями диагноза, но вот мы, как правило, обсуждаем вот так, как это сформулировано кардиологическим обществом. Ну, это вы все хорошо знаете, но все-таки какое-то имеет значение для, опять-таки, когнитивных расстройств. Ну, поскольку уже есть такие вот длительные лонгитудинальные исследования, которые все-таки нам уже очень хорошо сигнализируют о том, что когнитивные расстройства при метаболическом синдроме есть, хотя бы говорит тот фактор, что вообще есть такая шкала, на самом деле, которая сейчас приобретает особо такую большую популярность. Это шкала сосудистого и возрастного риска деменции, которая обсуждает некоторые такие ключевые факторы. Ну, конечно, возраст, образование – это сейчас такая самая модная тема, но, смотрите, уровень систолического давления, индекс массы тела и общий холестерин. То есть это ключевые такие компоненты, например, этой шкалы. Оказалось, что она очень хорошо работает с точки зрения корреляции с другими маркерами, факторами риска вообще развития деменции. И очень хорошо она оболируется. Поэтому это просто один из показателей, значения, в общем, этой взаимосвязи. Но еще одна очень интересная вещь, интересная закономерность, которая, в общем, всплыла, грубо говоря, тогда, когда стали изучать, в общем, деменции разного типа. Какое имеет значение метаболический синдром, например, для сосудистых когнитивных расстройств или для альцгеймеровских. Так вот, оказалось, что, в принципе, большинство работ абсолютно логически согласны, что в целом метаболический синдром связан с повышенным риском деменции в целом. Но оказалось, что, например, для некоторых типов деменции и для разных возрастных групп это имеет разное значение. Например, в течение жизни это звучит примерно так, что для более молодой, ну вот старшей возрастной категории, этот риск, то есть метаболический синдром имеет риск для развития когнитивного снижения. А вот в более старческом возрасте этот риск несколько снижается. Но, скорее всего, считается, что это связано с тем, что туда включаются, например, лица с низким индексом массы тела меньше 25 и с артериальной гипотонией. Вот эти факторы являются еще большим предиктором формирования деменции альцгеймеровского типа. Поэтому это как бы нивелирование вот компонентов метаболического синдрома может приводить вот к этим противоречивым результатам. Но об этой сложной взаимосвязи я просто хочу проиллюстрировать некоторыми данными больших вот таких метаанализов, причем исследования все лонгитудинальные, то есть у них такой вот период наблюдения в районе 10 лет примерно. И можно сказать, что вот это огромная популяция, 18 тысяч человек, у них было показано, например, что метаболический синдром, по некоторым исследованиям он увеличивает риск деменции любого типа, что не получается, например, для болезни альцгеймера. Но с другой стороны, это очень хорошо показан, этот риск у больных на риски сосудистой деменции. То есть наличие метаболического синдрома однозначно повышает риск формирования сосудистой деменции. И кроме того, наличие метаболического синдрома является высоким фактором риска превращения умеренных когнитивных расстройств в деменции. То есть мы понимаем, что значение для сосудистых когнитивных расстройств метаболического синдрома более выражено, то есть более значимо. В конкретных цифрах это даже можно представить таким образом, потому что вот эти опубликованные результаты, они достаточно в одном дизайне выполнены, поэтому можно сказать, что, например, при сочетании сахарного диабета в метаболическом синдроме риск прогрессирования в деменцию составляет 1,67. А вот когда это чисто метаболический синдром, то 2,95. Это тоже, в общем-то, удивительный факт, который подчеркивает просто сложность вообще изучения этого вопроса. Даже если мы возьмем пациентов с артериальной гипертензией, то мы увидим интересную закономерность. Разделим их на две группы – с наличием метаболического синдрома и с отсутствием. И просто будем мы их выполнять ключевые тесты, которые обычно нейропсихологическое тестирование проводят, то мы увидим достоверное ухудшение выполнения этих тестов у лица именно с метаболическим синдромом. Это обычное поперечное исследование, которое при привлечении таких тонких методов, оно позволяет, в общем-то, уже увидеть на клиническом уровне, как это происходит. Ну и два слова о том, вообще какое это значение имеет для формирования когнитивных расстройств разного генеза. Мы очень часто так дихотомически делим. Вот это сосудистый процесс, сосудистые когнитивные расстройства, вот это процесс альцгеймеровского типа. На самом деле, подфизиологически между ними существует очень большое перекрытие. И вот как раз метаболический синдром здесь играет ключевую роль. Потому что вот эта инсулинорезистентность, она вообще участвует в очень многих процессах, которые обуславливают хроническую ишемию мозга. Ну, например, это факторы, которые приводят к активности некоторых ферментов, патологических секретаз, увеличению клиренса бета-амилоида. А эти факторы просто промотируют вот этот амилоидогенез, который лежит в основе болезни альцгеймера. С другой стороны, если, например, начинается рано альцгеймеровский процесс, в процессе старения, то это будет приводить к отложению бета-амилоидов сосудистой стенки, к амилоидной ангиопатии и усугублять церебральную ишемию и так далее. То есть очень много есть процессов, которые взаимно участвуют. И то, что здесь большую роль играет метаболический синдром, это совершенно понятно. Более того, ведь, в общем, есть такая концепция, и здесь, наверное, следует обязательно сказать, она очень популярна вообще в западной литературе, это такая концепция метаболически-когнитивного синдрома. Она, конечно, родилась из экспериментальных исследований, но смотрите, как логично она объясняет вообще значение его формирования, особенно сосудистой патологии мозга. Но и не только, как мы сказали. Вообще, как сейчас мы понимаем вообще хроническую ишемию, это все-таки изменение реактивности сосудов – это ключ. Это нарушение рекруитирования, формирование новых капиллярной системы, которая является базой для поддержания вообще всяких энергозависимых процессов, метаболизма мозга. Так вот, фактор инсулинорезистентности может оказывать прямое воздействие и снижать вот эту сосудистую реактивность микрососудистого русла. А с другой стороны, она может приводить к воспалительным реакциям, а вот это ключевой уже фактор, который играет роль в происхождении болезни Альцгеймера. И, конечно, это ассоциированное с другими причинами воспаления, воспалительных механизмов, например, при ожирении. Это все может и косвенно влиять на вот эту сосудистую реактивность. Ну и в результате, конечно, мы имеем совершенно понятное влияние на метаболизм, снижение метаболизма, снижение утилизации глюкозы, кислорода и все вытекающие процессы. Ну и завершая, я хочу сказать, что действительно нам очень трудно бывает выбрать приоритеты и фармакотерапии, приоритеты изменения стиля жизни. Они совершенно понятны, все это прекрасно знают. Здесь много говорить я не буду. Я хочу только сказать, что не следует забывать о том, что вопросы профилактические, они, в общем, касаются при сосудистых когнитивных расстройствах, они касаются как профилактики инсульта, так и профилактики прогрессирования когнитивного. И с этой точки зрения хочу показать вам один из фармакологических препаратов, который мы очень хорошо знаем. С одной стороны, ну, во-первых, это диперидамол, это курантил, который, в общем, вошел в национальные российские рекомендации кардиоваскулярной профилактики, да, с уровнем 1А. И мы хорошо знаем, в общем-то, что есть исследования, которые очень жестко показывают, да, что комбинация диперидамола с аспирином, она имеет преимущество в профилактике повторных инсультов. Это, с одной стороны, факт, в общем, известный. Больше того, он связан с его классическими механизмами действия, которые мы тоже хорошо знаем. Это ингибирование, значит, вот этого процесса, циклическая МФ, фосфодиэстераза. Вот это вот тромбоцитарное звено гемостаза, которое, в общем-то, приводит к гемориологическому эффекту, да. У него есть небольшой вазодилатирующий эффект. Ну, вот это классическое действие мы всегда знали. Но оказалось, что у диперидамола есть и плеотропное действие, которое связано с тем, что способность воздействовать как антиоксидант, то есть на выработку свободных вот этих реактивных форм кислорода, их токсического влияния. Есть и противовоспалительные эффекты. Если мы вспомним, значит, механизмы, в общем-то, развития и повреждающего действия инсулинорезистентности, да, и активации воспалительных механизмов, мы поймем, что, в общем-то, эти механизмы вот являются мишенью, в общем, для диперидамола. Тем более, что курантилом в нашей стране является референтом лекарственным препаратом, с которым сравниваются остальные. Ну и в заключении хочу показать, что есть показания, да, лечения, в общем-то, когнитивных нарушений. Есть хорошо выполненные отечественные исследования, которые показывают влияние на эти препараты. И, конечно, самое интересное, которое, по-моему, Андреевич задал этот вопрос, мы все озабочены вообще этой ситуацией, как влияет новая коронавирусная инфекция на вообще неврологические всякие проблемы. И вот есть китайское исследование очень интересное, которое показало, что подключение диперидамола может существенно снизить вообще развитие всяких вот этих сосудистых нарушений. И, в частности, они показали замедление развития идиопатического легочного фиброза. А вот есть исследование коллег из Турции, да, они показывали это на Конгрессе по тромболезису гемостазу, о том, что подключение, в общем-то, диперидамола к курсу лечения снижало риск аглопатии. Ну, это, конечно, отдельные такие наблюдательные исследования, которые не могут нам глобальных выводов видать, тем не менее, они, возможно, являются для нас полезными. Спасибо большое.